МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Призывает жителей столицы присоединиться к рейтинговому голосованию по благоустройству городских территорий. Спортивный азарт и воля к победе. Кавказские игры на призы олимпийского чемпиона Гайдарбека Гайдарбекова собрали более 200 школьников. Более 50 тонн гуманитарной помощи готовятся к отправке из Дагестана на территорию городов Мелитополя и Бердянска. Об этом в ходе пресс-конференции на площадке Риа-Дагестан сообщили представитель благотворительного фонда «Инсан» Насрула Абубакаров и руководитель группы сопровождения груза Магомед Гаджимагомедов. Две фуры с продуктами питания профинансировал гендиректор компании НИБА Загидин Касумов из Кизлярского района. Мы решили на стороне не остаться, так как мы видим обстановку, которая находится сейчас в данный момент на Украине. Решили участвовать в этом процессе, оказать гуманитарную помощь нашему братскому народу Украины, отправить две фуры продовольственных наборов из восьми видов продуктов, самых необходимых продуктов. Особенно из своих продуктов организовали вот этот набор с три тысячи коробок на две фуры. Напомним, это уже четвертая крупная акция, организованная фондом «Инсан». Последний раз помощь была доставлена в освобожденный Мелитополь в конце прошлого месяца. Почему они в «Инсан» звонят, например, в «Инсан» обращаются? Не каждый же может дорогу делать тоже. Магомед нам дорогу делает с нами вместе, через военных надо делать. Просто так туда фуры и делегацию не запускают. Предыдущие два выезда, которые у нас были, в Ростовскую область и Симферополь, Крым, почему туда поехали? Там остановились как-то, да? Дальше уже не пускали. Говорили, там стреляют, туда нельзя ехать, там вас не пустят. Но на третий раз уже мы добились этого, заехали, получилось. И дальше хотим тоже заезжать и по городам, по деревням заезжать, раздавать и звук руки людям. В начале, конечно, что-то тяжелого-то было. Уже люди сами, уже дагестанцы простые, жители обращаются. Вот сейчас уезжаем, уже будет через 3-4 дня еще две фуры готовы. Мы собираемся там и оставаться и сказать, чтобы фуры сами выехали. Дальше заехать с ними сопровождение, туда в Украину заехать. Наши военные, наши, как скажем, там, наши спецслужбы, именно с дагестанами ребята очень грамотно работают. Общий язык находится с людьми. Уже в городе, уже в кафе, что-то работает, в магазине работают. Днем и ночью они постоянно на связи с мэром, там, где-то на работу человека поставили, там, преподаватель вышел на работу или нет, ну, все контролирует они. Уже потихоньку лучше и лучше становится. И мы тоже хотим, чтобы и нашим была поддержка, чтобы у них взаимосвязь была со всеми. Еще раз заехать туда. Гуманитарную помощь от Дагестана нуждающимся жителям Донецкой и Луганской областей и освобожденных территорий планируют оказывать регулярно, а именно каждые 10 дней. Благотворительную инициативу проявляют меценаты, общественники, а также простые жители республики. Уже завтра в Кайтакском районе стартует 9-й международный межрелигиозный молодежный форум. В программу включены дискуссионные площадки, различные акции, конференция и экскурсия в Дербент. В республику начали прибывать первые эксперты из Москвы и Кисловодска. Самое основное сегодня это воспитание молодежи именно в духе понимания, в направлении каждой из религиозных конфессий, а не построение неких противостояний. Хотя это бытует, к большому сожалению, бытует в обществах всех конфессий мантеистических существующих. Есть определенные некие радикальные направления. Ну, межрелигиозные форумы это очень вещь полезная. Особенно сейчас, когда, в общем, известные события на Донбассе показали, что межрелигиозный мир это не миф, что поддерживается он не только форумами. Форум просто подтвердит этот факт, ожидая интересных докладов, ярких выступлений. Но это, наверное, первый такой форум, который пройдет уже в новой обстановке, когда, скажем, от теории он перейдет к конкретной практике. Форум будет проходить с 17 по 23 мая на базе детского лагеря «Огонек». В этом году Международный межрелигиозный молодежный форум по заказу Миннация проводит Дагестанский гуманитарный институт. Это помогает взаимообогатиться, причем молодежь не только нашей республики, но и молодежь из регионов нашей необъятной страны, молодежь из ближнего зарубежья. В школе-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По инициативе депутата Государственной думы Абдул-Хакима Гаджиева открыли гвардейский класс. Заканчивают с фашизмом. Уничтожают второй раз уже фашизм. Профильный класс создан на базе шестого класса. В его состав вошли 14 учеников, 7 мальчиков и 7 девочек. Школьники будут проходить обучение по программе «Основа воинской подготовки», разработанной офицерами воинской части и опробированной в других учебных учреждениях. Мэр Махачкалы вместе с председателем правительства Абдул-Муслимом Абдул-Муслимовым посетили занятия школьников. Воспитание ребенка – это не самое простое дело. И воспитание ребенка в нивечное время, когда миром правил телефон и интернет – это очень большая ответственность. И поэтому я благодарен и директору школы, и его команде, и администрации города управления образованием, что они в этом направлении тоже большую работу проводят. Все, что касается поддержки, поддержки данной школы-интернет, она нами будет делать. Если у него там какие-то дополнительные финансовые средства для ремонта, или там оснащение классов и так далее. Салман Дадаев от имени главы республики Сергея Меликова подарил ученикам школы макет автомата Калашникова для изучения навыков по сборке и разборке. Глава республики обещен, но глава республики надо. У вас 74-й есть, получается? Да, 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 да. Пожалуйста, конус есть, а габарит, он стреляет светошумовыми патронами. Патроны там есть, но это мы их маленьким славоскарычу передадим. Лучших учеников класса направят на обучение в Санкт-Петербургский институт войск национальной гвардии. Абдул Муслим Абдул Муслимов возложил цветы к вечному огню на аллее героев во дворе интерната. Завершилось мероприятие праздничным концертом военного оркестра Махачкалинского соединения Росгвардии. Мэрия Махачкалы призывает жителей столицы присоединиться к рейтинговому голосованию по благоустройству городских территорий в 2023 году. К агитации привлечены также общественники и спортсмены. Так, к акции присоединился известный боец UFC Магомед Анкалаев. Выбор территории занимает всего лишь несколько минут. Для этого необходимо перейти по ссылке 05.городсреда.ру и выбрать один из 13 объектов для благоустройства. Территории, набравшие наибольшее количество голосов, будут благоустроены уже в следующем году. Уважаемые друзья, у нас с вами есть возможность самим решить, какую территорию в нашем городе мы можем благоустроить в следующем году. Для этого надо перейти по ссылке и проголосовать. Я уже выбрал территорию и советую каждому из вас сделать свой выбор. И в продолжение темы благоустройства. Помогать в организации процесса теперь будут и волонтеры Дагестанского государственного технического университета. Накануне муниципальные служащие провели встречу со студентами и рассказали о необходимости активного участия в вопросе всех слоев населения, в том числе и студентов. Чтобы принять участие в голосовании, потребуется учетная запись на госуслугах, а также согласие на обработку персональных данных. Если этого всего нет, сделать выбор вам помогут волонтеры. Эстафета, прыжковое двоеборье и перетягивание каната. Это не просто состязания, а наши национальные виды спорта. Второй год в Махачкале проходят Кавказские игры на призы олимпийского чемпиона по боксу Гайдарбека Гайдарбекова. Фестиваль собрал более 200 школьников из 23 муниципалитетов республики. Какая команда показала лучший результат, знает Курбан Рагимов. Ему слово. Командный дух и острая конкуренция. Это второй юношеский фестиваль Кавказские игры. Стадион имени Елены Исимбаевой стал ареной настоящих баталий. В силе и выносливости соревновались 23 команды. Всего более 200 участников. Турнир на призы олимпийского чемпиона Гайдарбека Гайдарбекова посвящен его наставнику Магомеду Магомедову. Заслуженный тренер России ушел из жизни два года назад. Сегодня это второй год. Проводим. Я думаю, вроде бы нам удается это все провести. В этом году уже участвуют 23 команды разных районов. Нельзя никогда забывать своих тренеров, учителей, тех людей, которые в тебя вложили, тебя сделали, можно сказать, спортсменом, человеком. Это очень важно, чтобы мы помнили. Поэтому я считаю, что это будет каким-то маленьким примером для нашего подрастающего поколения. В программу вошли 8 видов спорта. Среди них бег на разные дистанции, перенос тяжести, метание гири, прыжки и перетягивание каната. Все эти дисциплины широко доступны любому желающему, поэтому проверить силы могли представители разных видов спорта. И школьники, и те же наши спортсмены, которые в наших спортивных школах тренируются, и борцы, и кикбоксеры, и других видов спорта. Естественно, всем это интересно попробовать, каждый, кто не пробовал, и гирю поднять, и побегать, и попрыгать. Поэтому, естественно, это вызывает интерес, здоровый интерес, соперничество. И очень много наших ребят я тут уже наблюдал, видел. Да, это, я считаю, что на самом деле объединяет дружбу. Фестиваль призван сплотить дагестанскую молодежь, а также напомнить подрастающему поколению о славных традициях предков. Об этом на открытии говорили организаторы и почетные гости, в числе которых были представители органов власти, духовенства и титулованные спортсмены. Очень важно, что вот такие традиционные наши, кавказские, дагестанские виды спорта у нас развиваются. Я и сам помню, принимал участие в таких подобных фестивалях. Не только мы должны славиться нашими выдающимися единоборцами, но и в таких фестивалях тоже мы должны быть победителями, что у нас, в принципе, слава Всевышнему, аль-хамду-ли-ля, и получается. Всегда человек представляет вообще ценность любую, когда он держится за свою культуру, за свою самобытность. Вот эти кавказские игры, разнообразие нашего Дагестана, это часть нашей культуры, эту культуру нельзя забывать. Если мы нашу культуру оставим, наша религия, это часть нашей культуры в том числе. Мы не должны забывать, где бы мы ни оказались, откуда мы родом. Спортивный азарт и завидная воля к победе, кульминация турнира, перетягивание каната. Здесь, как нигде, был важен командный дух. Самыми сплоченными оказались борцы из столичной школы имени Али Алиева. Но эта победа не помогла им попасть в первую тройку в общем зачете. Золотые медали, переходящий кубок и денежный приз достался школьникам из Левашинского района. Они преуспели в двоеборье, а также были в числе лидеров почти во всех остальных дисциплинах. Мы могли бы, конечно, еще лучше выступить в отдельных дисциплинах. Но мы все равно рады нашим результатам. И огромную благодарность хочу вырезать представителям команд и ребятам, которые за кратчайший срок успели собраться и приготовиться на эти соревнования. Вслед за командой из Левашинского района на пьедестале расположились представители Каспийска и Кайтакского района соответственно. Все призеры получили свои комплекты награды, а также удостоились денежных премий и подарков. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Министерство спорта Республики чествовали волейболистов. Клуб «Дагестан» занял второе место по итогам сезона чемпионата России высшей лиги «Б». Команда под руководством Магомеда Гайрбекова провела за сезон 36 матчей, одержав в них 30 побед, что позволило занять второе итоговое место в турнирной таблице. Игроков и тренерский штаб поздравил руководитель спортивного ведомства «Сажит Сажит». Он заверил членам команды, что будет делать все возможное для того, чтобы помочь развитию волейбола в регионе. В следующем сезоне Дагестан поставит перед собой задачу выхода в высшую лигу А. В завершение встречи состоялась торжественная церемония вручения серебряных медалей. Совместно с руководством, с теми профессионалами, людьми, которые сегодня находят и развивают этот республик и республики, мы будем искать выходы, будем искать возможности для того, чтобы вас поддержать. Чтобы вы могли спокойно готовиться, тренироваться и заниматься своими людьми. И, естественно, достигать успехов и этим радовать болельщиков и республику поставить на самую вещь. Смотрите наши выпуски также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Дзен. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин